Друзья, всем большой привет! Меня уже давно просили записать видео про 88 ППШ в бомбардировщике ТУ-2, но я всё как-то отнекивался и оттягивал, поскольку нормальный и развернутый источник по теме найти не получалось, а ссылаться на интернет-блоги не было никакого желания. Но вчера мне наконец-то удалось прочитать что-то вразумительное. Итак, история с ППШ в ТУ-2 началась в 1944 году, когда начальник бригады вооружения Туполевского ОКБ Надашкевич и инженер Савельев предложили использовать для поражения скоплений пехоты, например, колонн на марше, установку с большим количеством пистолетов-пулемётов. Они спроектировали платформу, на которой смонтировали 88 ППШ. Пистолеты-пулемёты устанавливались в наклонном положении, в 11 рядов по 8 штук в каждом. Каждый ППШ питался из своего штатного магазина на 71 патрон. Всё это устройство назвали батареей ППШ. Платформа монтировалась в бомбоотсеке. Перед началом стрельбы пилот открывал створки бомболюка, а затем нажимал гашетку. В результате батарея ППШ обеспечивала по-настоящему шквальный огонь. Но ненадолго не стоит забывать про большую скорострельность. После такого огневого шквала самолёту требовалось вернуться на аэродром для пополнения боезапаса. Для смены дисков платформа опускалась на тросах вниз. Несмотря на то, что идея выглядела весьма необычной, её решили попробовать. Командующий ВВС Новиков 10 октября 1944 года разрешил установить батарею ППШ на двух Ту-2. Через 10 дней Туполев обратился с просьбой выделить 180 ППШ и 15 тысяч патронов к ним. Но в реальности удалось оснастить только один самолёт. И то уже после войны, в январе 46-го года. А 7-8 февраля Ту-2 прошёл испытание на полигоне. Система работала безотказно. Батарея обеспечивала высокую плотность поражения. Но не обошлось и без недостатков. Самый главный – кратковременность воздействия. Не стоит забывать и про трудность перезарядки батареи. Более того, для эффективного применения ППШ Ту-2 требовалось снижаться на малые высоты, что делало его уязвимым для малокалиберной зенитной артиллерии и даже для стрелкового вооружения. Поэтому батарея ППШ не пошла в серию, ведь гораздо проще и выгоднее использовать кассетные бомбы. К слову, американцы испытывали нечто подобное гораздо раньше. На вооружении штурмового самолёта находилось 30 ПП Томпсон. Пистолеты-пулемёты на нём составляли две батареи. Одна батарея в 12 ПП устанавливалась для стрельбы вперёд, другая из 16 ПП для стрельбы назад. Но в ходе испытаний выявилась та же проблема, что и с огненным ежом. Нудная и долгая наземная перезарядка.